странник, и он же князь Шаховской. У меня хранятся его многие книги с дарственной надписью. В переписке он упомянул, что его сестра, княгиня Зинаида Шаховская, редактор единственной в Европе газеты на русском языке, в Париже русская мысль. Ей ничего не писал о знакомстве брата, но стал её бомбардировать со своими статьями. Общие ответы потом. Потом она написала. «Уважаемый господин, во-первых, научитесь писать по-русски, а не советской газетчиной. Я страшно обиделся, затем перечитал писанины и понял, что она совершенно права. Назло стал учиться писать по-русски». И тогда следующее письмо было, цитирую недословно. «Уважаемый, во всей Европе имеется единственная газета на русском языке. У вас в Израиле имеются несколько. Тогда были благие времена и было много изданий на русском языке. Вы ведь там печатаетесь, пишете неплохо, продолжайте туда писать. Дайте русским людям возможно опубликоваться в их единственной газете». Сильно разозлился, но теперь понимаю, что она была права. «Может быть, через русскую княгиню мне был дан сигнал сверху заниматься еврею, еврейским». Но русскую мыль всё-таки пробил. И через ныне уже покойного, очень достойного человека Кирилла Померанцева. И он предложил мне вести раздел «Советы врача», который я вёл более 10 лет. Но это отдельный рассказ, где было много намёков к возвращению к Господу. Затем лекции для еврейской аудитории в университетах с такими китами израильской медии, как Герон Лондон, Рафи Геннад, Яков Агмон. Это не то, чтобы похвастаться, а сожалеть, с кем я имел дело. Это выступление на радио Галей Цаль, Решет Бет, прекрасное взаимопонимание на религиозном радио партии Мавдаль Аруч Шева. Через пациентку, рождённую заново, попал дважды на телевидение в популярную программу «Бена Кисаот» между стульями с Амосом Арбелем, если кто-то помнит эти передачи. Итак, мы, извините, не надо забывать, что мы были больны новостями, ведь пережили войну Судного дня, Ливанскую Мефцалитани, Ливанскую Шломагали, войну Персидского залива с 39 ракетами, да ещё пять лет тоже под советскими «Катюшами» в Кириадшмуна. Итак, больные медиа не могли прожить и полчаса без новостей. Только сегодня я понимаю, как травил свою психику и насколько прессы, радио, телевидение целенаправленно настроены на оглупление, озлобление, промывку мозгов в нужном для них правящей партии направлении могут оболванить любого неглупого человека. Всё актуально на сегодняшний день. Итак, каждые полчаса новости сидишь у телевизора до 30 программ, которые мельчишишь через дистанционное управление, да ещё две русские программы из Москвы, да ещё две израильские программы на русском языке, мелькает до полного отопления, голова трещит до одры, пока не зашипаешь перед монстром телевизором. А ещё надо зарабатывать и учиться. Как жил и выжил, уму непостижимо, только с помощью. Видимо, для опыта должен был пройти все эти испытания. Мой старший сын, Хазар Батшува, стал Хариди-ортодокс, женился, родил нам внучку, Мирочку по имени покойной мамы. Вижу счастливый человек. Как-то подошёл ко мне и говорит, «Папа, хочешь, чтобы я бросил курить?» Он травил себя более десяти лет. Я столбенел. Долгие годы мечтал об этом. Ну, конечно, я хочу. Тогда закрывай телевизор, а я прекращаю курить. Заключили сделку? Слава Богу! Свободны, дышим, гуляем, говорим и живём. Живём полноценной, неотравленной жизнью. Поверьте мне, не страшно, даже приятно, как и вернуться к истине, к Господу. Затем мы стали сокращать дозы радиотравления, пока не остановились тогда на новостях один-два раза в сутки и на рудце Шева, иногда Река. Внезапно открылись чудеснейшие религиозные радиостанции. Коля Нешима, Радио 10, Коля Мет, Коль Хесет, Коль Симха и прочее. Где только хасидская еврейская музыка и передачи о возвращении к истине, самих переживших, беседы мудрецов о Торе, великолепное чтение псалмов и никаких новостей. Это подарок Господа, его народу Израилю, перед приходом Машииха. И ещё случайность, в кавычках, мне дают возможность вести свободные врачебные и лечебные передачи в сопровождении музыки. Разве это не явное чудо? Кто я такой? Почему такой подарок? И уже после моих встреч с доктором Кашпировским в Израиле я планировал массовую помощь евреям через средства коммуникации. Любую вещь можно использовать и на плохое, и на хорошее. И я много работал с новоприбывшими, в том числе и пострадавшими от Чернобыля. Но аудитории в Хафе, в краю от Иерусалима, на Ареи Кармели, в Тель-Авиве могли вмещать максимум до 500 зрителей. А теперь Господь сделал так, видимо, пришло время, что я могу через радио дать помощь сразу тысячам евреев. Религиозные радиостанции работают. И пусть вас не волнует незнание еврита. Мои уроки устроены так, что еврит знать не надо, как и не надо понимать. Имеются ещё другие пути лечебного воздействия. И я благодарю Всевышнего за возможность помочь евреям. «Дай, Господь, возможность служить себе и твоему народу». Спасибо большое. У нас есть несколько минут, довольно ограниченное время, когда вы можете задавать вопросы, советовать предложения, сообщения о результатах наших встреч. Кто хочет говорить, включает микрофон и начинает просто говорить. Спасибо вам. Вообще евреи говорящий народ. Что это наше люди. Между прочим, кто может сказать, сколько сейчас участников? Нет, если нет, можно разобраться. Сегодня мы не записывается, эта запись, эта передача, поэтому если у кого есть возможность сделать запись, он это может сделать. Я хочу сказать вам большое спасибо. Мы с удовольствием слушаем все ваши лекции и ждём, когда вы появитесь. Надеемся, что встреча с вами даст нам здоровье и мы будем здоровы. Спасибо вам. Омэн. Омэн, как говорят у нас. Большое спасибо за добрые слова. Они многое дают. Спасибо и вам. Желающие. Проснитесь, евреи. Мы ещё не занимаемся... Сколько людей вы можете сказать? Если кто-то новый хочет подключиться, что он должен делать? Вот мы посылаем ссылки свои, ваши вернее, и что ему нужно сделать, чтобы её послушать? Какое-нибудь определённое сообщение должно дать или нет? или нести? А, какая связь у меня? Я спросил, я его... Это не человек. Это человечище, которого я знаю 80 лет. Это друг моего детства, Костя Ятченко, Константин, который живёт в Риге, которому знакомый с 5-летним возрастом. У него я послал его на скайп, но я думаю, это то же самое, если он нажимает там на... Да, вот это... Да, да, который это... Ну, вот если он там слышит сейчас, мне очень желательно было, потому что это странное явление, но это факт. Когда-то Лея младше меня на 10 лет. Это целая эпоха, когда мне было 20, я был 10 лет. И когда мы с ней встретились, поженились, я ей много рассказывал о моих друзьях. Для неё это были легенды, легендарные люди. У нас было когда-то 4-3 мушкетёра. Это Марик Эмко Эммануил Богданов Марик Косой Это был Игорь Гребенчук, который в Липецкой сегодня живёт. Это был я. Все были роли из трёх мушкетёров у всех четверых. И вот интересно, что прошло 85 лет, 86 почти. И мы встретились, то есть мы встретились раньше уже, лет на 20, тому назад, 10-20, и в скайпе мы можем встретиться, и эти легенды, легендарные люди, которых она слышала, ожили, стали живыми, большими друзьями. И вот один из друзей, Костя, который в Риге, я ему послал ссылку. И очень хотелось бы, конечно, если он слышит нас, чтобы он подключился, тоже сказал бы хоть пару слов. Но неважно. Если у кого-то есть что-то сказать, пожалуйста, потому что каждое Ваше слово, участие, я уже объяснял, что чем нас больше, тем лучше, и у каждого есть воздействие подсознательное, лечебное. Чем больше участников, тем сильнее лечебный эффект. Если у кого-то есть что-то сказать, или сообщение об изменении, мы уже встречаемся, как Клэ, я подсчитал уже довольно долго. говорите, если нет, то, как обычно, мы перейдем к нашей центральной части, к обучению самоисцеления. Музыка, я хотел знать. Очень хорошо. Слышна музыка? Нет. Не слышна? Ну, хорошо. Главное, что я слышу. Все-таки, наверное, услышите? Очень тихо. Вот сейчас, вот сейчас есть, сейчас. Очень хорошо. Занимает время. И так, все выключают микрофоны, кроме меня. Я включил его и начинаю работать. Устраиваемся, как обычно. Кто как? Кто сидя? Кто лежа? Кто стоя? А кто-то занимается своим обычным делом, и находится в диапазоне слышимости. Про себя мысленно можно произнести пару фраз. После этого урока, после этой встречи, после упражнения на расслабление, я буду спокойнее. Всегда, везде, в любой ситуации. Неприятные ощущения, проблемы, физические, чувственные, душевные, уходят, тают, рассеиваются. внутренние силы активнее. Меня не нужно слышать, не нужно вслушиваться в значение слов. Есть люди, которые плохо слышат, это не имеет значения. Есть люди, которые вообще не понимают языка, скажем, юридоговорящие, не знающие русского. А есть просто дети, которые вообще не знают никакого языка. лечебные воздействия от этого не менее эффективного. Как некоторые сообщают, даже есть воздействие на домашних животных. У кого-то лежит кошка, котик, владеет животик, мурлыча, слушает нас. У кого-то собачка. Пожалуйста, выключите микрофоны, потому что все микрофоны включенные дают постановленный звук, который нам может помешать. И так я буду спокойнее. Неприятные ощущения проходят. Обмен веществ, метаворизм, потенциал повышается. И мысленным взором, мысленно проходим наше тело. Ноги. Руки. Голову, очень важно, голова. Позвоночный стол, шейный отдел, спиной отдел, поясница, поясница. Таз со всеми органами, мужчина его, женщина ее, до копчика. Лучше всего начинать с ног. Стопы, ноги. Голеностопные суставы, икры, голени, колени, бедра. Расслабляя мышцы, они не давят на кровеносые сосуды, и те раскрыты, и к тому месту приливают кровь. Жидкость свежая, тяжелая и теплая. Могут появиться определенные ощущения, хотя не обязательно. Приятная усталость. Усталость может быть приятная. Тот, кто занимается спортом, в спортивном зале, знает эту усталость. Тот, кто занят производительной работой, скажем, уборкой дома, активной, кончил, сделал приятную усталость. Кто-то провел длительную беседу приятная усталость. Кто-то после долгой благотворной прогулки с мыслями разговора о хорошем приятная усталость. Усталость тоже может быть приятной. Все ощущения нашим лечением должны, обязаны и бывают только приятные. Приятная усталость. Свежая кровь, жидкость тяжелая, тяжесть приятная. Свежая кровь, жидкость теплая, тепло, как токи приятные, волны проходят, очищают от всего наносного, вредного, чувственного, душевного, физического, успокаивает, обезболивает и исцеляет. Даже такие проблемы, которые в обычной конвенциональной мерзине считаете неисцелем. или как выражаются врачи, на всю жизнь до конца. Хотя я советую этому не верить. Очень много чудес происходит на уровне медицинского чуда. Эта установка на всю жизнь, навсегда неисцелимая, она совершенно неверная. Это не так. Я свидетель в результате 60-ти летней деятельности врачам, свидетель таких событий, изменений, исцелений. Нам очень важно, если кто-то почувствовал в результате нашего воздействия общего, какое-то улучшение, очень важно сообщение, пример заразителя. Хороший пример тоже заразительный. У кого-то стало лучше с памятью. Кто-то стал спать, а раньше страдал бессонница. Кто-то просыпался от кошмарных снова, если час нет. Кто-то храпел до такого состояния, что семейная жизнь нарушалась и не храпит. Кто-то не мог подняться. Сейчас начинают немного работать ноги, которые долгое время не работали. Кто-то видит лучше, кто-то ощущает запах и вкус, а раньше этого не было. Все эти сообщения, они очень важны, тем более, если проходят болезни, иногда очень серьезные. у каждого возникает мысль, понятие внутреннее, что если ему помогло, то почему бы мне не могло помочь? если ему помогло от этого, то почему не может помочь от другого? позиции, если это общее. Мы получаем обмен веществ метаболизм. Это очень легко доказать. Анализы в своем купадхулиме, стандартные анализы крови, мочи, говорят о том, что меняется обмен веществ в лучшую сторону. Например, если высокий сахар, он снижается, низкий сахар повышается. То же самое с кровяным давлением, холестерол, жиры, крови. Эти показатели практически проходят у всех, только не все измеряют. этого. Но у того, у кого это проходит, улучшается, исцеляется, он просто обязан сообщить. Потому что есть столько людей, страдающих этими проблемами, которым ничто не помогает, никакие лекарства, никакие методы, никакие способы. Положительный пример заразителя. я могу привести свой пример. в последнее время, наши встречи с вами всегда обновленные. Полная жизнь, жизненные энергии, желание жить, а жить это творить. Желание приблизиться к создателю, послужить, еще сделать митцву, еще митцву, еще митцву. Например, я регулярно хожу в Беткнессет, в синагогу, не глядя на условия, даже дождь, холод, как сегодня было. И спрашиваю, для чего я это делаю? Ну, во-первых, послужить всеми силами тому, кто дал возможность. Но еще есть три причины. Я уже человек взрослый, пожилой. Есть обязанность митцва такая, встать при виде, при входе пожилого, старого человека. Закен. Встать. Это первое митцву. Я даю человеку выполнить митцву, встать перед старшим. Вторая митцва, если я в свои 86 с болячками своими набираю сил и желание прийти в такую погоду, на такое расстояние, когда меня никто не заставляет, не заставляет. Так как же мне другой, кто думает, как же меня, как же мне этого не сделать? Это вторая митцва, пример. И третья митцва, которую выполняю каждый день. Среди наших молящихся есть многие, у которых отцы ушли, остались без отцов. Любовь никогда не пропадает. Она становится более ясной, резкой, острой. Почему я не сказал, почему я не прикоснулся, почему я не обменял, почему не поцеловал, почему не извинился? То есть то, что было испорчено когда-то в юности, в подростковом резком возрасте. Я даю возможность и обязываюсь взять на себя обязанность у того, у кого нет отца. Он может сделать что-то для меня здесь, на месте, в Беткнессе. Может сделать для меня за счет того, что он не сумел сделать для отца плата за прошедшее, за прошлое. Тоже интересное явление. Кто-то из молящихся ко мне обычно подходит утром, можно сказать, множество людей желает Бокертов. Кто-то из них спросил, как по-русски Бокертов? Я говорю, доброе утро. Что такое доброе утро Бокертов? Я говорю, ну, Бокертов это переводится хорошего утра. Но доброе утро это намного выше, глубже, чем просто хорошее. Доброе утро. И у нас сегодня в нашей синагоге есть минян, которые собираются в 7 утра. Называется Доброе утро. Иракские евреи, и марокканские евреи, и сабры подходят ко мне 5-6, иногда 10 человек. Доброе утро. Многие слышали от других, не знают значения, но с такой любовью говорят доброе утро. Кому интересно, может посетить наш синагогу Ромот Аллы и услышать эти утренние пожелания благословения. Доброе утро. Многие задают вопрос, к чему ты ведешь разговоры развлекательные и отвлекательные. Я каждый раз объясняю и сегодня еще раз хочу объяснить. Если у тебя болят колени, ты ждешь с нетерпением, когда доктор, чудесник этот, кудесник, коснется моих колен, скажет про мои колени, чтобы прошли колени, стали ходить, боль уменьшилась и исчезли. Когда он погружен в коленях, а кто-то в голове, кто-то в сердце, это мешает процессу самоисцеления. Этот процесс, программа, которую я заложил вас уже раньше, происходит все время 24 часа утром, днем, вечером, ночью. Этот процесс не управляем нами. Он умница. Этот процесс знает, где нужно лечить, и как, и что нужно лечить в данный момент, что важнее. Когда ты весь концентрировал на своих коленях, ты мешаешь этому процессу выбирать там, где он видит, а что видит процесс самоисцеления. То, что ты знаешь, он знает. То, что врач твой знает, он знает. То, что анализы твои говорят, он знает. Но он знает еще того, что ни врач, ни ты, ни анализы не знает. Поэтому иногда бывают ощущения неопределенные в разных участках тела, в разных органах. очень многие переводят это как болезнь, болезненные проявления. Нет, это не так. Это идет лечебный процесс, который вы можете ощутить и можете не ощутить, но лечебный процесс идет. Поэтому не переводите это как болезненное явление, а как лечебный процесс, который идет там, где нам еще не известно. Предупреждая то, что может возникнуть, и что не будет у нас с Божьей помощью. Я каждый раз и сегодня опять хочу вспомнить понятие гипохондрик. Есть такой человек, это может быть мужчина, это может быть женщина, который является постоянными посетителями амбулатории, врачей. ходят, жалуются, их проверяют, делают анализы, рентгены и прочее, и ничего не находят. И говорят, все в порядке. Ему говорят, все в порядке, а он ощущает, он ощущает сердце, ощущает желудок, он ощущает, он считает болезнью других нет болезни, которую не могут открыть. Тот, кто очень хочет болезнь, он может вызвать болезнь. Поэтому концентрация на... И этот человек приходит от врача к врачу, от анализа к анализу, все проверяют, все в порядке, а в нему болит, он это переводит как боль, болит. Ему не помогает объяснение, что все в порядке. А это очень просто. Чувствительность людей разная. Кто-то очень чувствительный. Кто-то погрузился в глубокое лечебное состояние с первых звуков музыки. Кто-то погрузился в это состояние с первых моих слов, а кто-то никак не погружается и не надо погружаться в ничего. Разная чувствительность. Есть очень чувствительные люди, которые ощущают например, работу желудка, работают сердце. дай Бог, постоянно слышишь, как бьется сердце. Он думает, что у него проблемы. Он просто ощущает то физиологическое, что есть на самом деле, что обычные, нормальные, обычные люди не ощущают. Он ощущает. И когда ему объясняешь, что он ощущает то, что организм работает, и это ощущение нормальное для него вся гипохондрия проходит, прекращаются визиты к врачам, ненужные обследования, облучения и прочее, прочее. Очень часто под диагнозом гипохондрия гипохондрия скрывается повышенная чувствительность. Поэтому ваша задача, для чего я каждый раз возвращаюсь к этому, объяснить людям, которые ходят по врачам постоянно жалуются, что может быть он очень чувствительный ощущает то, что обычный нормальный человек не ощущает. И переводит это как болезнь. Это не болезнь, это естественная работа организма. Потому что кишечек действует, спазмы, перистальтика гонит вниз постоянно. Также сердце работает сколько-то ударов в минуту. Также легкие качают воздух беззвучно обычно, иногда бывает со звуками. Это нормальное явление для него, потому что у него повышенная чувствительность, никакой гипохондрии нет. Руки легкие, легкие, легкие. посторонние звуки рассеялись, удалились, и осталась только музыка и голос. музыка музыки, музыки, музыка слов, музыка тембра, музыка исцеления организма и голос, тихий голос, спокойный голос, успокаивающий. Исцеляющий иногда таких проблем, от которых обычная кондициональная медицина, которую я знаю 60 лет, бессильна. сегодня утром произошел случай. Наш синагог приходит иногда на благословение Куаним, Беркат Куаним из соседней Хабарской синагоги евреи Хазан. Он великолепный Хазан. Приходит послушать. Обычно когда выходит Куаним перед Дароном Кодыш благословлять публику присутствующую на молитве Беркат Куаним Раф объявляет Куаним то есть говорит, что сейчас будет говорить Куаним если шалих цепур если тот кто ведет молитву сам то уже Раф читает текст трех благословений для Куаним они повторяют за ним очень музыкально красиво благословляя весь народ сегодня утром не было Раф Вина нашего когда его нет то мне как старшему товарищу дается право объявить Куаним и прочитать этот текст который они повторяют за мной после благословения подошел русскоговорящий Хазан прекрасный Хазан очень музыкальный человек и говорит не глядя на выпитое вино в Песах не глядя на мацот которого ты ел твой сочный баритон остался таким же он мне сделал такое нахатаруах такое такое приятное состояние назвав мой голос сочным баритоном кажется что кто-то что-то сказал как эти слова действуют если полной девушки говорят родители толстая корова все убивает или малоподвижными человеком говорят глэмп тоже бывает как нужно быть осторожным со словами никогда не говори ребенка который взял не свое что ты бор ворюга хасл халива или ты врун обманщик нельзя этого говорить вот это слово сочный баритон остался для меня и сделал мне целый день радостный день после песок пациент тогда мне стало понятно что многие пациенты говорят говорят лэи которая их связывает со мной что мне ничего не надо только пусть скажет слово но слышит слово голос тихий спокойно успокаивающий и исцеляющий расслабление и успокоение покоя полной расслабленности погружайтесь глубже под звуки музыки дайте музыке проникнуть в ваш организм сделать баланс равновесие гармонии кто-то видит свои руки как руки родителя гладящей головкой ребенка или руки любимого человека обнимающего любимого любимого или руки как ласты гельфины в море здоровья и мы плывем 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 а тут уже парит в воздухе взлетая высоко 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 мы летим туда где нам хорошо кто-то летит в твое прошлое вчерашнее за вчерашнее гон там назад пять лет там назад в юные годы подростковые годы детские годы а кто-то летит парит сегодняшний а кто-то ухо расширяется лететь в будущее это полет цветной в звуках в звуках в твеньях обонятельных вкусовых расслабляем расслабляем мышцы горла затылка шеи открываются крупные крыльностные сосуды проводящие кровь в голове голову головнушка тяжелее но она не конемевает не деревенеет на гибкой эластичной шеи очень важна подвижность шейных позвонков проверьте кто-то кивает головой головной как бы говоря да 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 кто-то из стороны в сторону как бы говоря нет 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 кто-то делает медленные плавные музыкальные вращательные движения в одну сторону в другую сторону очень важно подвижность шейных позвонков спинная отдел позвоночника поясница таз с оттенов макушка шапка скаль волосяной покров мы ощущаем как шапку с тяжелой теплой ватой корни волос закрепляются нет выпадения нет перхоти нет получается память 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 концентрация усвояемость получается настроение а лицо наше каждый раз когда мы делаем упражнения расслабления или когда мы участвуем в нашем общем самоисцелении лицо как маска лоб брови межбровей глаза веки корневица зрачок глазное яблоко глазное дно видим лучи давление глазное повышается как каракта просветляется видим лучи вдаль без очков и вблизи впечатления нос дыхание ровное чистое сухое теплое и ночами уже не храпим никогда не спим ни на животе ни на спине автоматически включаем свой организм всю ночь поворачивается справа на левую слева на правую право левую левую не скрипим зубами не храпим щеки до ушей рот подбородок все лицо как маска маска легкая выхладная приятная хорошо и приятно никто и ничто ни снаружи ни изнутри не может помешать испортить это настроение и это настроение покоя уверенность исцеления держится и после нашей встречи как каждый раз после каждого вашего упражнения расслабления я очень советую каждому из вас приобрести нашу книгу метод Миндельсона со сборника гипнозик прозин там все подробно написано лучше все это приобрести не в магазинах где очень дорого стоит те кто бывает в Иерусалиме и те кто знакомые их бывают в Иерусалиме могут зайти и у нас приобрести приобрести эту книжку связи связи но эти связи и на эти дела занимаются в Иерусалиме отвлеклись от самых слепых актуальных проблем поэтому мы дали возможность в процессе самоисцеления работать там где было важно и в этих местах тоже а теперь я хочу чтобы вы представили себе на мгновение коснуться легко легкое прикосновение тем местам где проблемы ваши известны ощутите участки фокусы тяжести тепла однорастающие ничто не мешает не волнует не тревожит не беспокоит хорошо и приятно приятно и хорошо погружаемся глубже как бы и видя чудесный целебный сон где живет ваш доктор Мин Берсон и не глядя что у нас много и чем больше тем лучше есть полное ощущение что мы вдвоем ты мой пациент пациентка и я твой доктор ты и я я и ты во всем мире и все окружающее только помогает получает обстановку усиливает лечебное воздействие музыки музыки мы с вами незаметно достигли пика воздействия процесса самоисцеления который будет продолжаться после нашей встречи каждая наша встреча это праздничный день и невероятно то что некоторым непонятно для чего и чтение предшествующее как непонятно о чем я говорю как непонятно та песня которую мы я кончаю из нас встречи и все это построено так комбинация всех всевозможных воздействий только на твою пользу только для тебя только для вас только для нас руки легкие 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 воздушные как магниты с небес тянут наши руки вверх появляется желание построить из рук антенны к небесам три хлопка моих на третий хлопок все делают усилия и строят из рук антенны к небесу к небесам возносятся руки закреплять в то же время не окаменевшие они гибкие эластичные музыкальные антенны через антенны гоним из наших организмов страхи напряжения сомнения никаких хлопков гоним вирусы микробы грибки аллергии бредные клетки которые иногда вырабатывают организм бредные клетки страшные клетки полное очищение ощутите легкость приятную пустоту чистоту полное очищение и те же антенны принимают с небес силы бодрость энергию звезут ли звезут желание выполнять заповеди которые только для нашей пользы создатель знает что созданное им должно делать набирайте силы набирайте батареи здоровья пока антенны работают и все не там где и нужно было быть теперь я веду обратный счет обычный мой с 7 до 1 на счете один дни раньше все открывают глаза все как по команде включают микрофоны свои и как по команде аплодируют до небес для чего разогнать чуть-чуть застоявшуюся коробочку просить милосердия у небес 7 жажда упражнения это моторный обмен самоисцеления питье питье вода вода холодная комнатная горячая из-под крана живые свежие овощи в виде салатов количество неважно важное разнообразие овощи не фрукты три раза в день даже символические и любовь благодарность всевышнему видишь спасибо слышишь спасибо ноги ходят руки сердце работает за все спасибо спасибо веришь не веришь не имеет значения сказать кому-то спасибо за то что дано то что есть любовь своей половинки которым все сильнее активнее действия любовь к родителям если они живы до 120 давайте 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 им давайте бесконечно а если не живы уже в другом мире любовь то не кончается можно исправить то что было когда-то нарушено любовь к своим детям наше будущее наша вечность на земле внукам родным а самое главное учиться любить себя научитесь советские бывшие советские люди любить себя любить себя любить значит давать и не себя поскольку ты красив молод силен здоров нет а потому что ты создание всевышнего Падает на тёплый песок прибрежный. Где-то вдалеке рощится пальмовый шелест листьев, слищи голоса. Хорошо. Пять. Натуральное лечение. Без лекарств. Без инъекций. Без прививок. Без операций, не дай бог, и не понадобится. Мы же предупреждаем такие проблемы, которые потом и не будут. Вместе с тем, что мы исцеляем то, что есть, мы предупреждаем того, что может быть, не дай бог, с возрастом, со временем. Сильное желание продолжить процесс самоисцеления. Дать процесс самоисцеления работать там, где ему нужно. Четыре. Как написано в книге инструкции, четыре упражнения на расслабление обычные. Сидя, не выбирая условия там, где находишься, не более пяти минут. И три длительные, которые не более десяти минут. Первое. В конце дня. Сидя, сила, бодрость, энерго, ощущение, что отдыхал, не учился, не трудился, не работал, отдыхал. Второе. Перед сном засыпаем моментально. 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 Где бессонница? Где? Прекрасные сны. Не на животе, не на спине. Автоматически меняя левый бок на правый, правый на левый, левый, правый, правый, левый. Не скрючившись, не перекрывая голову, не скрипим зубами, не храпим. Левый, правый. Сны, чудесные сны. И ночью идет вечерний процесс. По утрам. Последнее упражнение расслабления. Сэм получил энергии помолодевшие, крепшие, здоровые и преуспевающие. Здоровые и преуспевающие. Три. Вспомнил, что ты хорошее. Что ты радостный. Приятное. Слава Богу, песок прошел. Свободу исцеления. Избавление. Гевула. И появляется улыбка. Улыбочка, которая оживляет человека. Омоложает человека. Оживляет. Дает Хаим. Улыбка от уха до уха. От уха до уха. Улыбаемся. Кончаем нашу встречу с улыбкой. Аплодируем с улыбкой. И все делаем с улыбкой. Живем с улыбкой. Два. Сила, бодрость, энергия. Прекрасное настроение. И... Один. Открываются глаза. Включаем микрофоны. Все. И аплодисменты до небес. Я хочу слышать вас. Хочу слышать вас. А вы слышите прощальные песни. Аплодисменты до небес. Открываются. 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 Вдет-вдет. Где без спроса ходят в гости И без зависти и злости не выйдут Где рожденья исправляют И на веки провожают всем двором Время-время кружит света И разъехались соседи и никто куда И когда дома с нас сели Мы с тобой, мой друг, шутили Где беда? Раз в году письмо скупое Построви я с днем рождения Кто желает, может попросить Записи наших песен И сейчас не приходит к лесу И узнать, как мобильный ягод свет Год прошу, чтобы ящик открывать Где беда земли висит мне Как бывало, что конфиция И пока неjung-початься Так кто-то от Total На сет 2020 течение Или мобильный ягод свет И пока небо не поймёт Спасибо за Ваше участие. Спасибо за Ваше капельку здоровья, которое Вы добавили нам. Вайна Толл, Митровод. Спасибо Вам. Спасибо.